Сбор прошел очень плодотворно и очень насыщенно. И самое главное, что для тренерского коллектива, для главного тренера, очень важно то, что в таких условиях работать одно удовольствие. И все, что мы запланировали, мы практически все выполнили. Травмированных нет. Ребята отработали эту часть подготовки к универсиаде. Очень-очень-очень хорошо. Я очень доволен тем, с каким отношением и как все происходило. Как ребята отнеслись к делу, понимание. Конечно, каждому тренеру хочется еще-еще-еще что-то. Но время, как всегда, мало, как говорится. Но у нас есть еще запас времени. Завтра у нас уже заканчивается сбор. И мы летим на международный турнир в Белоруссию, где будем играть против национальных сборных Белоруссии, Иордании, Кипра. И на основании этого турнира, первых официальных игр как таковых, мы можем уже что-то сделать, какие-то выводы. Конечно, будет что-то изменено. Может быть, тактики. Технически ребятам, конечно, нужно еще работать. И работать много. Но мы используем самые сильные стороны. И поэтому эти игры будут трамплином для дальнейшей подготовки. До Китая у нас останется где-то около трех недель, за которые мы постараемся все привести в норму и уже подготовленным поехать в Китай. Дело в том, что у нас сейчас 13 человек. Едет 12. Кого-то одного придется оставить. Но это не означает, что он выпадает из обоймы. По приезду все собираются на базе в Киеве, под Киевом. И после того, как молодежная сборная закончит чемпионат Европы, это Сандул, Бобров, Липовый. Плюс полежаев, у которого госэкзамены. И плюс есть приятное семейное положение. Он женится, он присоединяется. То есть еще будет конкуренция добавиться. И на основании этих людей мы уже выберем 12 бойцов, которые будут защищать численные. Когда ребята чувствуют, что к ним есть внимание, когда ребята работают в том режиме, в котором работает национальная сборная, или хотя бы наподобие. И с теми ребятами, которые выдерживали нагрузки и занимались в своих клубах. Кто-то в ведущей роли, кто-то под ведущими игроками, но на высоком уровне. И те, кто почувствовал запах пороха, больших битв, и с ними рядом тренироваться, конечно, это многого стоит. И поэтому я считаю, что это большая польза. Польза для ребят и для команды в целом, конечно же. Плюс, опять же, такой специалист, как Майк Фрутен, он не влазил в тренировочный процесс. Мы занимались по своей программе. Он следил со стороны, делал какие-то замечания, подсказывал. Здесь уже идет на пользу как ребятам, так и нам, как тренерам. Потому что некоторые нюансы, которые замечает мастер в любой области, для людей, которые занимаются этим делом, очень важны. Те нюансы, те мелочи, без которых не будет работы, не будет дальнейших побед и все остальное. Поэтому это сотрудничество пошло на пользу. Как это скажется на результате, время покажет. Ну, сбор прошел очень хорошо. Поработали физически очень хорошо. Там выучили новые комбинации. Атмосфера в команде, в принципе, нормальная. Всех друг друга принимают, нормально друг к другу относятся. Так же тренировались в национальной сборной. Еще тренировались с Майком Фротелло. Узнали много нового. Показал там интересные вещи. Подустал слегка. Ноги не те, болят. Но думаю, сейчас чуть пройдет время. И, может, ближе к концу июля уже будет нормально. К турниру в Белоруссии готов уже? Так, морально как-то? Сказать честно, еще не особо, потому что мало еще играли, еще мало игровых упражнений. Как только начнем играть комбинационно, будет и нам не легче, и ребятам будет легче. Натилное понимание. Ты считаешь, что турнир в Белоруссии пойдет на пользу? Конечно, на пользу. Так как больше начнем друг друга понимать, как в игровом плане, так и на пределах площадки. Ну, начнем лучше себя ощущать, комфортнее. Ну, этот сбор в Южном был у нас более тактический. Если сбор в Киеве был физической подготовкой, то этот сбор в Южном был на тактику. Мы разочлили пару комбинаций, пару игровых командных связок. Плюс к нам подключались еще игроки национальной сборной. Приехал на пару дней Фротелло, американский тренер, который будет главным тренером национальной сборной. Он нам помогал, подсказывал, показывал некоторые свои задания. Ну, в общем, могу сказать, что сбор удался. Очень хорошая работа была. Сейчас поедем, поиграем на турнире в город Минск. Посмотрим свои силы. Чувствую себя неплохо. Было пару моментов. От первых нагрузок у меня болела спина. Так, сейчас, на данный момент, у меня все хорошо. Сейчас в команде, в принципе, настроение у всех отличное. Слава Богу, без травм закончили этот сбор. Будем ехать в Южный, в Минск, доказывать, что мы что-то можем. Как считаешь, игры в Беларуси пойдут на пользу? Потому что они практически перед уже универсиадой. Нет, конечно, конечно, пойдут на пользу. Я так слышал, что там будут серьезные команды. Я думаю, мы получим море удовольствия от этих игр. Восстанавливался, я после окончания... Отдохнули? Отдохнуть, да. Получилось у меня после окончания чемпионата, еще май целый, поработал, тренажером в Заре. Потом три недели в июне я отдохнул, поехал со своей женой на море. Вернулся и сразу начал работать. 22 июня мы встретились в городе Киеве на базе олимпийской. И за этот сбор на олимпийской базе я полностью остановился. Ну, так как я на университете третий раз, первый раз поехал, мы заняли 17 место вроде бы, второй раз поехал, два года назад мы заняли, по-моему, если не ошибаюсь, 13 или 14 место. Ну, в этот раз надо в любом случае нам минимум пятерку заходить. Я думаю, у нас все получится. У нас боевой состав, я думаю, все будет хорошо. Будем стараться работать, трудиться. И если будем хорошо работать, у нас все получится, я думаю.